всем привет вы на канале богини рукоделия и с вами милочка и сегодня я хочу оформить свою вышивку вот эту мышку которую я вышила в проекте вконтакте это была авантюрка вот такая мышка символ 2020 года оформить я ее хочу пинки по вот я уже заранее подготовила здесь диаметр 13 сантиметров я замеряла вот хочу оформить в такой пинки как это я буду делать я вам покажу сразу предупреждаю это не есть мастер-классом это есть только мой личный не опыт а мой вариант в моем исполнении и если вы возьмете здесь для себя что-то полезное я буду очень рада может быть кому-то пригодится а может быть просто посмотрите приятно проведете время так подписываемся на канал ставим лайки нажимаем колокольчик чтобы не пропустить как же я вышиваю как оформляю что и вообще дело с этими вышивками так пинки будет у меня состоять из двух частей вот такой кругленький будет я уже когда-то один раз делала своей жизни пинки это было у меня авантюрка шовчиками яичко к паске и я уже принципе как бы один раз тело я немножечко знаю плюсы и минусы но это мой второй жизни пинки прошу строго не судить но все же так что нам нужно нам нужно вот как бы обернуть вот ту картонку тканью до всем понятно может быть кому непонятно что я буду делать вот расскажу что обернул но мне хочется мне не хочется делать вот такой пинкип знаете какой просто прямой простой как какая-то монета мне хочется сделать его какой-то чтобы он был немножечко объемным и для этого я взяла у меня есть вот такой вот наполнитель как он правильно называется я не скажу вам я хочу сейчас приклеить к этой моей основе и тогда когда я буду обтягивать его он будет такой знаете как но не подушечка не совсем такой выпуклый но будет такой мягенький когда буду дотрагиваться к нему он будет мягеньким так мне нужно сейчас я переверну это мне скользкая просто сторона переверну не скользкой определюсь сейчас сколько мне нужно сейчас я заранее включу клей и пистолет чтобы он разогрелся и мы быстренько это все сделали чтобы долго не ждали вот я для чего я буду приклеивать объясняю для того чтобы когда я буду его ткань обтягивать тканью уже вышивкой обтягивать чтобы это вот видите я одним движением руки где-то зацепилась за пальчики за мои она уже сдвинулась а когда натягивать нужно будет все это плотно и равномерно она естественно будет двигаться и естественно это будет неудобно и я уже знаю потому что я так делала яичко и я не хотела приклеивать сначала этот хлорофайбер или как он называется этот наполнитель не скажу он не знаю как он называется скажу честно и я его не хотел сначала приклеивать а потом все-таки пришла к тому выводу что мне нужно приклеить потому что у меня не получается без приклейки ничего вот так вот себе примерно разместила сейчас я еще не разогрелся мы подождем минутку а вот вот начинает я сейчас здесь просто нанесу клей на картон а сверху приложу наполнитель вот так немного потому что я думаю что это мне хватит задержит она пробуем давайте прикладываем так все ровненько чтобы было а то что вот торчит и сейчас это все просто возьму ножничками и подрежу она подрежется хорошо это вот вот так вот в принципе нужно придержать я чего-то долго смотрите нам даже не приклеилась долго я это все делала мне клей застыл вообще как-то получилось не совсем то что я хотела был не сильно разогрета или я долго мешкалась приклеивала так по быстрее нажимаем накладываем прижимаем а вот это уже приклеится потому что мои пальцы начинают приклеиваться то был еще не разогретый клей не совсем он приклеился вот смотрите какая получилась какая-то крышка можно это в принципе не обрезать ну тогда будут знаете как края толстыми не хочу я обрежу это вот так вот по контуру по кругу и мы обрежем это все в принципе если вы хотите можно больше сделать подкладки этой чтобы был объемней вот здесь уже как вам как вам захочется я наверное добавлю сейчас на серединку вот сюда добавлю приклею клеится к моим пальцам вообще-то и пистолет конечно такая еще штука приклею сюда по серединке чтобы она была знаете как тоже опять же не ровно там имела какой-то там приклеила сама себя смотрите склеилась аккуратненько нужно отклеится потому что сейчас все оторвется или потянется за моими пальцами и вот я даже не знаю как можно работать с клеем пистолетом чтобы не приклеится может быть не спешать и знаете когда делается это все не спешишь не отвлекаешься сказы разговоры на камеру может быть и не приклеивайся а я приклеиваю сюда вот я в принципе прикрепила все как я хотела вот это у меня есть сейчас 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 я уберу клей своих рук чтобы мне не цеплял и не мешал одну минуту практически все убрала осталось немножко но это ладно теперь что нужно сделать нужно теперь взять саму вышивку и собственно ее натянуть на этот наш пинки сделать наш пиньки так это я буду делать с помощью с помощью ниточки вот у меня на так лежит такой чашечки интересны ниточка бисерная но она тоненькая но она прочная очень прочная эта ниточка и в принципе мне кажется что она именно сейчас мне очень хорошо подойдет потому что она прочная и так быстро не порвется я смогу затужить так как мне нужно я вот думаю в одном не в диване и делать или в 2 давайте попробую в одну чтобы было ниточка так я в дело ниточку в иголочку немножко здесь подправила свет пришлось меня остановить видео подправить так но это ничего главное чтобы у меня получился этот пинки и вы смогли посмотреть как это я делаю так иголочка мне есть с ниточкой теперь мне нужно это все дело сделать так чтобы она ну как бы максимально было посредине это очень сложно давайте что нужно сделать нужно мне закрепить края моей вышивки натянуть ткань натянуть посмотрите у меня не фиксируется там конечно тоненькая ниточка сейчас и попробуем на ткань и завязать узелок потому что тот узелок который я завязала на этой ниточке все равно маленький он проскальзывает сквозь отверстие равномерки так вот противоположная сторона у меня вот так вот и задерживаем здесь вот натянули и ниточку придержали сейчас нужно наверное еще раз вот так вот так хорошо натягиваем вот так вот и противоположная напротив ну вот так вот еще вот сюда 5 какие-то мне идут помехи световые непонятно почему опять я затуживаем придерживаясь здесь пальчиком сейчас я хочу перевернуть посмотреть как она меня уберите нужно немножечко сдвинуть сейчас все посмотрю какие будет у меня вверх где низ видите так вот нужно сдвинуть ну давайте то еще раз я прижимаю сейчас не берется иголка вообще выпала иголка нитка выпала с иголкой вот нужно было мне делать в два сложения так еще раз затуживаем хорошо натягиваем ниточку хорошо очень туго и очень так плотненько дальше вот сюда и вот сюда и вот там затуживаем 5 ниточку то есть нужно нам так по кругу это все сделать сейчас мы так ниточку еще задерживаем давайте я сделаю большее расстояние чтобы посмотреть как она там получается с лицевой стороны натягиваем ниточку теперь вот видите как она сама прям просится заломите меня сюда нужно нужно больше брать ткани потому что так сейчас у меня ниточка закончится я буду ее наверное связывать сейчас я свяжу ниточку друг ну другой ниточкой для того чтобы так связываю здесь кончики лишние немножко так отрежу чтобы они мне сильно не мешались отмотаю побольше кусочек уже ниточки чтобы ее часто не связывать но в принципе диаметр 13 сантиметров но это не маленький диаметр пинки по вообще делают мне кажется поменьше но я захотела сделать эту вышивку эту мышку сделать как на елочку игрушечку игрушечку на елочку но такого диаметра шарик пенопластовый я планировала на пенопластовый шарик ее оформить но я ее не нашла не нашла такого диаметра выключила клей пистолет чтобы он не зря не грелся так продолжаем дальше мой отпустил опять натянула так хорошо и отпустила натягиваем задерживаем ниточку обязательно не отпускаем не делаем моих ошибок не повторяем перевод я связала ниточку сейчас я вдеваю иголочку и вот здесь где у меня еще плохо натянутая подтянул вот это все вот смотрите вот здесь вот тоже бугорочек я сейчас сделаю вот так вот прям близко близко к нему и вот так вот я его сейчас вот и подтянул зафиксировала где мне еще здесь с этой стороны вот так то есть этого всего вот этой паутины с ниточек видно не будет поэтому мы можем здесь сделать разные переходы разные всякие разные здесь закрепы так куда дальше что же дальше вот сюда так вот смотрите я все сшила теперь смотрим вот смотрите как получилось интересно конечно прикольно получилось и кстати ровненько ровненько и очень довольна хорошо получилось и смотрите вот она такая мягенькая как подушечка и видите она не плоская а вот такая как имеет своего вот то что я хотела то что я хотела классно вообще получилось так вот одна часть готова теперь мне нужно сделать за таким же принципом вторую часть только у меня будет она сделана из такого ткани просто вот как в хороших вот эта ткань я сейчас обтяну или я так я хочу просто на эту ткань вот смотрите у меня есть сейчас покажу вам вот такие вот снежинки они не достаются такие вот снежинки у меня есть и я хочу на эту ткань их пришить а может быть не их приклеить смотрите если я их она я подумаю сейчас я просто сейчас зафиксирует эту ткань а потом сверху клеем пистолетом вот так вот по приклеиваю эти свои снежиночки вот такие они серебряные белые у меня вот как вы думаете на это смотрите и она будет держаться отлично я так сейчас и сделаем так у меня ее много этой ткани я сейчас отрежу чтобы мне много не заворачивать вовнутрь я отрежу ее так и так же самое я вот думаю может быть не сделать неровную вот здесь вот край а сделать тоже как бы такую мягенькую мне наполнитель есть клей-пистолет есть почему бы мне бы не сделать такую мягенькую уберем вот сюда с краешка покладем так давайте да просто если я сделаю вот так вот ровно она опять же будет такая ровно какая-то тарелка какая-то ровно давайте мы ее сделаем немножечко мягенькой как же мне сделать мне нужен клей-пистолет попробую попробую сейчас он разогрится должен принципе быстро потому что он был горячий пускай он подогревается я приготовлю сейчас сколько мне нужно этого наполнителя в принципе его сюда мне можно даже поменьше а может быть и больше ну зачем больше меньше давайте положим меньше но все равно вот не хочется чтобы это было так ну как она имела хоть какой-то объем не совсем плоскость совсем плоскую а хоть какой-то имела объем игрушка моя мой пин кипчик чтобы был какой-то такой мягенький приятный на ощупь горячий нет не горячий стербы так же самое как в прошлый раз все сейчас быстренько прикладываю это чтобы она не приклеилась и чтобы я не приклеилась отключаю пистолет вставляем опять свою зарядку потому что что-то мой телефон сегодня отказывается без зарядного устройства работать подрежем края то есть как мы делали и в первый раз все тоже самое просто единственное что у меня уже было вышитая там мышка а здесь задник скажем так будет уже не вышитым без ничего снежинки и приклеиваем уберу лишнее лишнее убрали теперь все то же самое здесь в принципе я могу спокойно не переживать где у меня центр все это так то где моя ниточка есть моя ниточка вот она а где моя иголочка сейчас я сразу в делаю получается в два сложения ниточку эти же иголочка вот я маша растеряши сейчас мы сделаем все то же самое в принципе я сейчас сделаю видите все равно узелок здесь два сложения можно сделать вот так вот я сейчас сошью и вам покажу уже сшитая как я это все сделала сделала сшила и дальше будем продолжать уже сшитым вот я уже получается обшива вот смотрите но получается не такая вот меньше возвышенность возвышенность чем на вот этой вот стороне но все равно она такая мягенькая и приятная на ощупь что нужно теперь сделать нужно нам этих две части сшить поток то есть будет такой вот пинки пчик но для того чтобы его сшить нам нужно сначала продумать как мы будем декорировать этот край этот шов вот я сошью а потом буду декорировать вот таким вот шнуром шнуром так это я его пришью потом но сейчас мне нужно вшить сюда петелечку я сейчас отмеряю сколько мне понадобится этого шнура так вот где-то примерно вот так вот возьму запасик вот так я отрежу пускай лучше будет запасом и сейчас мне нужно будет сделать такую вот петелечку то есть как она будет меня висеть на чем небольшая это как вы думаете или вот так вот меньше сделать в принципе веточки на елочке достаточно тоненькие и я сделаю вот такого размера сейчас я это сделаю я не знаю даже как вот наверно может быть я зря отрезала может быть мне нужно будет его приклеить даже потому что пришить как не сюда его пришить сейчас я включу еще раз подогрею клей пистолет и я приклею вот вот эту веревочку я приклеиваю с обратной стороны думаю будет держаться может быть длиннее сделать так так бы мне вымерять серединку думаю что вот так вот вот здесь вот где-то где-то вот напротив вот этой вот точечки сейчас мы сделаем клей-пистолет разогреется и склеим его так хорошо так хорошо так 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 Оно я сейчас сделаю. Да, вы, может быть, спросите, почему бы не склеить вообще две половинки. Но пингипы, может быть, их кто-то склеивает, я не знаю. Но я делала, сшивала. Вот так вот будет это. Ну, я посмотрю ровненько, в принципе, нормально. Будет держаться. Я пингипы, знаю, что их сшивают. Поэтому я тоже буду их сшивать. Так. Ну, вот я вот сложила два их вместе. И сейчас я вам покажу, как я буду сшивать, как это будет выглядеть. Сейчас, одну минуту. Так. Я хочу попробовать сейчас сразу с этой веревочкой. Не знаю. Как мне ее правильно назвать? Сразу так вот сшить. Опять же, это же у меня ниточка, это же у меня две иголочки. Потихонечку фиксируем. Не спеша. Спешить нам некуда. И мы потихоньку стараемся пришить. Так. Получится ли у меня вообще ее как-то там пришить? Сейчас я попробую этот край вставлю вот сюда. А дальше мы будем его пришивать, чтобы не распускалась ниточка. Вот так. Попробуем сквозь ниточку. Где-то я видела, что нужно по ходу плетения вот так вот делать. И тогда оно не будет ничего видно. Ну, сейчас посмотрим. Ниточка, в принципе... Я вам, конечно, сейчас покажу, как это поближе. Сейчас нужно держать ровненько. Поверну лицом к себе, чтобы я видела, как лицевая часть у меня выглядит. Либо, наверное, тогда придется мне эту вообще веревочку не пришивать, а тогда приклеивать. Но не хочу. Не хотелось бы. Хотелось бы ее пришить. Ну, посмотрим. Получится или не получится ее пришить. Я вам не показываю, да? Ну, а если я попробую вот так вот ее пришивать, не сквозь ниточку пришивать, а получается ниточкой фиксировать сверху, если я вот так вот сделаю. Видно, да, ниточка видна. Не сильно мне это хочется делать. Давайте тогда так. Так, ну, каждый, я думаю, найдет свой способ. То есть сквозь ниточку, за ниточку. Да, вот эту, как у вас уже там получится, как вы приловчите сделать, как у вас будет получаться. Так, ну, вот так вот должно у меня получиться. Я сейчас обошью, а потом дальше продолжим. Так, ну, смотрите, я обшила, обшила вот этой вот ниточкой. Так вот, у меня все получилось. Ну, здесь как-то не очень. Ну, это такое. Вот, смотрится вот так вот красивенько. Сейчас я хочу с обратной здесь стороны приклеить снежинки, так как эта игрушка новогодняя на елочку. Думаю, будет красиво. И моим деткам тоже это понравится. Так, расплавляется снежинка у меня под клеем. Нужно совсем чуть-чуть. Клей очень горячий, а снежинка такая тоненькая, и она, пока сейчас застынет, она даже может расплавиться. Пока застынет. Не знаю, хорошая это у меня идея или нет, приклеить снежинки. Может быть, на ткань и не клеится таким клеем. Но я попробую. Так, чуть-чуть. Пальцем дотронешься, получается вот такая паутина. Ну, ладно. Можно было сделать с этой стороны что-то тоже вышить, наподобие с Новым Годом. И как-то так. Мне, честно, стало лень. Мне уже так хотелось ее оформить, потому что я не люблю, когда у меня вышитые работы не лежат у меня в ящике. Не знаю, мне прям хочется, очень хочется уже сразу их всегда оформить. Ну, давайте по пять. Давайте вот это еще одно. Куда? Вот здесь, да? Ну, это вот. Будет очень красиво, когда будет гореть гирлянда, будет отражать. И на вот этих вот серебряных снежинках будет красиво отражаться разными цветами. Вот. Смотрите, как она смотрится. Просто можно было бы все такие вот сделать серебряные, но, мне кажется, это было бы сильно блестящее. Вот беленькие, они так разбавляют. Так, снежиночки красивые. Смотрите, какая она пухленькая такая получилась у меня игрушка. И видите, отражает. Серебряные снежинки отражают. Очень красиво. И мне очень понравилось делать этот пинг-гип. Надеюсь, вам тоже. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Милочка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok